Ну хорошо, давайте начнем, давайте начнем. Еще раз всем здравствуйте, кто как раз за вот эти несколько минут еще подсоединился. Давайте мы, наверное, вначале немножечко с вами познакомимся. Я представлюсь, меня зовут Данил Динсес, я уже достаточно давно, лет 6, да нет, даже, наверное, больше, если считать, как занимаюсь ЛМС-системами, лет 8, наверное, различными форматами обучения, онлайн, смешанными различными форматами. Вот, собственно, наверное, многие из вас знают, что специалисты эти многие форматы внедрены, они взаимосвязаны между собой. Я об этом тоже постараюсь рассказать вкратце. Вот, тоже просьба к вам в чат, может быть, немножечко коротко о вашем опыте, Ну вот, потому что, ну, с некоторыми мы так где-то знакомы, где-то заочно, по профессиональным группам. И я попросил бы вас ответить, значит, вот прежде чем мы начнем, уже нашу содержательную часть, на небольшой такой опрос, очень короткий. Я его сейчас, вот, всем загрузил. Да, вопрос, насколько вы знакомы с виртуальным обучением, насколько вы с ним сталкивались, в каком качестве, в общем-то, это достаточно важно. Вот, поэтому просьба буквально в течение минутки, если вас не затруднит на этот вопрос, так коротко ответить. И мы с вами приступим уже к нашей содержательной части. Да, вижу, постепенно отвечаете. Хорошо, спасибо большое. Пока не вижу ни одного ответа, чтобы кто-то преподавал сам. Неужели таких действительно нет? Или скрываете? Так, хорошо, давайте еще буквально 10 секунд. Так, кто у нас еще стесняется? Несколько человек не ответили. Еще 88 процентов. Так, пожалуйста. Вот, хорошо. Спасибо. Спасибо. Ладно, кто-то застеснялся. На этом опрос закрываем. И давайте продолжим и перейдем, собственно, к нашей содержательной части. На самом деле, такого рода опросы, это, естественно, неотъемлемая часть таких виртуальных форматов обучения для того, чтобы лучше познакомиться с аудиторией на разных этапах. Я вот с этого начинал. И давайте, как обычно это принято, начнем с того, что введем понятийный аппарат, потому что терминов разных красивых понапридумывали достаточно много. Ну, в общем, что это такое, что это за зверь такой? Виртуальное обучение, какие его виды бывают. Ну, и, соответственно, поговорим о том, когда применять, какие формы, когда лучше. И, в общем, в конечном итоге, естественно, всегда нужно определиться, что из всего вот этого большого-большого многообразия, которое вот сейчас есть, что подходит для конкретного учебного заведения. Чаще всего даже не просто для конкретного учебного заведения, а для, может быть, разных курсов. Ну, давайте об этом и поговорим. Определение виртуального обучения я в данном случае предлагаю одно из наиболее распространенных, поскольку сфера новая, такого канонического пока, наверное, нет, но вот одно из наиболее распространенных. Под виртуальным обучением понимается дистанционное обучение через интернет, в том числе ведомое преподавателем либо через интернет, либо, может быть, через локальную сеть, если речь идет, например, об университете или корпоративном университете. А также форма дистанционного обучения, любая, при котором обучаемый и учитель разделены географически и, соответственно, друг с другом взаимодействуют через какие-то технические средства. То есть определение, как вы видите, достаточно-достаточно обширное, тоже, конечно, связано с тем, что в область новая придумываются разные новые вещи. Мы вот тоже придумали, кто, наверное, знает вебинары в классе, совмещать срочное обучение, тоже об этом сегодня поговорим. Собственно, почему востребовано-то оказалось? В первую очередь, потому что экономика знаний, тоже все про это слышали, знания довольно быстро устаревают и важно уже не просто приобрести знания когда-то в школе, в институте и потом их воспроизводить, нужно обучаться, повышать квалификацию, приобретать какие-то новые компетенции, знания всю-всю-всю, буквально жизнь. Даже вот, как сейчас, для многих людей такого уже более старшего поколения, все равно возникла, например, необходимость пользоваться тем же интернетом, скайпом, электронной почтой, чтобы общаться с близкими, с родственниками. Соответственно, и сами инструменты, которые бы давали возможность с каким-то минимальным отрывом или, по крайней мере, с комфортным отрывом от производства, от повседневной жизни, обучаться как-то, выкраивать на это время, но в то же время, извините, уж тавтология получилась, сохранять эффективность обучения. Вот виртуальное обучение и потребовалось, это и краткосрочные курсы, это какие-то образовательные программы, это периодические форматы обучения. Мы, в общем-то, регулярно стараемся выявлять требования, вот если посмотреть, укрупненно требования, которые возникают к подобного рода форматам обучения, можно сгруппировать в несколько таких блоков, и я их вот здесь попытался на этом слайде сформулировать. Ну, во-первых, это действительно обучение с минимальным отрывом от работы, без отрыва совсем, это, наверное, не очень правильно, конечно, с минимальным отрывом от работы, причем отрывом и временным, и отрывом географическим. Это возможность обучения у лучших преподавателей на лучших курсах, сокращение расстояний, соответственно, возможность подстроить обучение под собственные какие-то индивидуальные особенности, которых огромное количество, это и загрузка рабочая, загрузка домашняя, график, это удобство восприятия. Наверняка, кто работает в образовательной сфере, все вы прекрасно знаете, разделение аудиалы, визуалы и так далее, и так далее. Это, если говорить об обучении взрослых, какой-то более построенный в большей степени на диалоге режим взаимодействия с преподавателем. Это уже не просто учитель, в буквальном смысле, научить должен, чему научить, знания в голову вложить, проехали все давно. Может быть, посоветовал, выступил в роли какого-то наставника. В то же время, если опять же мы говорим об обучении взрослых, очень часто как раз это компактность изучить только то, что нужно здесь и сейчас для того, чтобы получить работу, обеспечить себе карьерный рост, хорошо выполнить какие-то задачи, то есть не общие, абстрактные сведения, какие-то достаточно локальные и конкретные. Кому-то, наоборот, нужно достаточно серьезное комплексное повышение квалификаций, профессиональная переподготовка и так далее. Вот, Марина, вижу, вы задали вопрос, давайте я включу микрофончик, как раз вы спрашиваете, есть ли какой-то рейтинг этих требований. Я же не знаю, что из этого более, что из этого более важно. Вот вы сами как считаете, Марина, вот я вам микрофон включу, может быть, вы озвучите просто для всех. Это, наверное, очень сильно зависит от аудитории, иногда даже от личностных типов. Не хотите подключиться, Марина? Ну, ладно, хорошо. Давайте, давайте продолжим, я тогда попробую сам прокомментировать мое личное мнение насчет рейтинга этих требований. Еще раз хочу сказать, что эти требования были выявлены, ну, во-первых, они укрупнены как раз в процессе неоднократных таких исследований, анализа, фидбэков, в частности, в специалисте, по-разному. И на самом деле я бы их даже не рейтинговал, а вот я как раз об этом постараюсь рассказать, что идем немножко по другому пути. Как раз различные форматы и делаются для того, чтобы каждый мог выбрать что-то в большей степени подходящее себе. Любой человек. То есть есть люди заняты, есть люди, которые, наоборот, выделили, например, месяц на повышение квалификации, вот им нужен страшный-страшный интенсив. А есть люди, которые занимаются урывками в свободное время, им, наоборот, нужен какой-то свободный достаточно график. Ну, вот я вижу, вы пишете, что актуальный материал в удобной форме. Да, совершенно верно. Это, наверное, действительно самое обобщающее требование. Естественно, получить практические навыки, да, не общее теоретическое изложение. И, соответственно, вот виртуальное обучение здесь и дает целый спектр возможностей. Это и географическую доступность, причем в самых разных, опять-таки, проявлениях. Не надо ехать куда-то далеко, там, в хорошее учебное заведение, можно использовать материалы. Это и возможность на огромном количестве курсов заниматься, например, удаленно, опять-таки, если говорить об обучении взрослых. У многих возможность, допустим, только время какого-то отпуска или каких-то вот длинных праздников. Человек там с семьей уехал и в то же время может уделить время повышению своей квалификации. Люди, которые с ограниченными физическими возможностями, причем это не только те, у кого нарушения вот именно двигательные, хотя это тоже, безусловно, очень серьезная категория, которым просто физически тяжело куда-то приехать, а тут они получают доступ к нормальному образованию. Ну, вот, допустим, мне последние несколько лет уже вот в прикладном плане я активно работаю с командой, которая выпускает, например, там, аудиоприложения для людей со заславленным слухом. А, понимаете, в классе, например, таким людям не очень удобно зачастую бывает заниматься, они где-то стесняются, там, что-то не услышали, пропустили, уже, ну, понятно, да, там, отстали, что-то недопоняли и так далее. А так, когда это через технические средства, то, соответственно, появляется и техническая возможность, там, соответствующим образом обработать сигнал, дать им возможность лучше воспринимать материал или оффлайновые режимы. Или вот, допустим, я вот покажу сейчас как раз на примере, да, вот видите, в силу особенностей характера, ну, поскольку я как бы и сам там, так сказать, из программистов вырос и с IT-сферой очень тесно связан, ну, это достаточно широко известно, что среди IT-шников очень много людей таких интровертов, скажем, да, которым проще общаться с техникой, чем с людьми. Они себя, например, просто банально чувствуют зажатыми в классе, и они действительно могут вполне реально стесняться задать какой-то вопрос. А когда они наедине, так сказать, с любимой техникой, они себя прекрасно чувствуют, им просто более комфортно заниматься и сталкиваться в время тренингов с такими людьми, которые приходили в класс, ну, говорили, о, есть это, я могу из дома заниматься, да, вообще супер. И они потом из дома лучше и больше общались, потому что им просто так было банально комфортно. А с другой стороны, есть, например, люди, которым сложно самоорганизоваться. Вот для таких людей виртуальное обучение более сложно подходит, потому что, конечно, когда сидишь там с чашечкой кофе дома, и у тебя все время соблазн, то там новости почитать, то какую-нибудь ленту в соцсети, то телевизор посмотреть, и наоборот хуже занимаются. Для таких лучше какие-то онлайн-форматы, когда преподаватель все-таки там нет-нет, да, теребит каким-то образом. Поэтому это вот на самом деле, опять же, видите, как и Марина в тему задала вопрос, и вот у меня в изложении также есть. Разные люди, человек должен выбрать, что ему лучше подходит, не только исходя из внешних условий, но зачастую исходя из его собственных каких-то особенностей, скажем так, предпочтений. Вот, это фрагмент на самом деле очень небольшой, я просто показал для иллюстрации. Поэтому есть самые разные типы обучения, которые выделяются, вот сейчас уже пытаются делать разные формальные классификаторы, синхронное-синхронное. Что такое синхронное обучение? Это обучение, вот в частности, как мы с вами сейчас. У нас, конечно, с вами сейчас самый примитив, говорящая голова, изложение, это, в общем, только чистый формат такого ознакомительного вебинара. То, что серьезно, я сейчас чуть дальше-то расскажу, и вы приходите, посмотрите. Вот, ну вот вы сейчас со мной в реальном режиме, и вот мы как-то там общаемся. Я вообще-то говоря сейчас хотел бы, чтобы вы включили себе микрофончики, когда я там очередную сессию вопросов от этого сделал, чтобы мы могли пообщаться. Пока вот вижу, только Марина активность какую-то проявляет, да, но я могу вас хотя бы так немножечко дергать, я вижу, кто присутствует. Вы мне можете в онлайне вопросы задать. Еще раз говорю, лучше, чтобы это все было голосом сделано, потому что общение в чате – это всегда, всегда менее удобно. Но обратная сторона синхронного обучения, как вы прекрасно понимаете, это то, что это реал-тайм. То есть вы на это выделили сейчас свое время. Вот мы в режиме с вами видео, веб, аудио, конференц, связи, живой трансляции. Все закончится, все, нет ничего, да. А для многих, наоборот, будет подходить как раз асинхронное обучение. Как раз я вот выбрал время, когда мне удобно, там по вечерам, по субботам, каким-то образом еще. Ну вот, естественно, в чистом виде, наверное, сейчас редко что-то тут бывает. Да, есть полностью виртуальное, есть смешанное. Тоже вот я чуть дальше по ходу нашего занятия расскажу в том же специалисте. Один из таких относительно новых форматов, очень озорчен, безусловно, большую часть материала, собственно, изучает самостоятельно в удобном режиме. Но есть строго установленные очные сессии, да, это чем-то, чем-то напоминает старое такое заочное обучение в ВУЗе, но, естественно, с использованием всех современных возможностей. Есть вот установленные сессии, консультации в классе, когда, да, все собираются, могут обменяться мнениями. И самое главное, преподаватель там и проверит, и на вопросы ответит, установки даст на следующую, скажем, неделю. Соответственно, есть какое, ведомое тренером, как опять-таки сейчас, есть полностью самостоятельное, есть смешанное, есть очень популярные сейчас Massive Open Courses, да, вот MOOCs, те самые, тоже очень хорошая вещь, дает большой доступ, но требует обратно очень высокого уровня, соответственно, самоорганизации, соответственно, требует инструментов, те же потоковые дискуссии, потому что в таком обучении очень большая роль, очень большая роль не только во взаимодействии с преподавателем, но и между самими слушателями, студентами, несмотря какая это аудитория. Вот опять-таки, да, Марина, вижу, не совсем понятно в чате, вот опять-таки, давайте я все-таки попробую вам дать микрофончик. Вы написали очные сессии, оффлайн, вопрос, а о чем, в чем вопрос-то, собственно? Можете пояснить? Еще раз говорю, очень прошу, лучше голосом, иначе это вот как раз потеря темпа, а это уже обратная сторона, электронного обучения. Да, Марин, вижу, вы у себя сняли блокировку микрофона, да, так мы вас слушаем. В чем вопрос очные сессии и оффлайн? Ну, вот мы сейчас в очной сессии, есть варианты оффлайн, тоже сейчас о них поговорим. Опять-таки, вариант, кому что удобно в силу самых разных, самых разных особенностей. Нет, что-то не срабатывает микрофон у вас, да? Нет, Марин, да, мы вас не слышим. Попробуйте у себя выбрать микрофончик, попробуйте у себя выбрать микрофончик в настройках, вот там, где планка аудио, там вы можете выбрать, возможно, у вас несколько микрофонов подключено, и выбран сейчас какой-то неактивный, вполне возможно, что это так. Вот, поэтому попробуйте, пожалуйста, вы локально это можете сделать. Мы пока пойдем дальше, как раз поговорим пока про инструменты синхронного обучения. Что нужно? Ну, совсем такую же, да, он действительно в топе, индикация статусов и эмоций участников. Вот, кстати говоря, не ходить далеко за примерами, я сейчас вижу по индикатору, кто из вас внимателен, кто не внимателен. Кстати, очень приятно, сейчас все 100% внимательны. Ну, понятно, что это немножко условность, если кто-то ушел вообще от компьютера, я, конечно, этого не замечу, но, по крайней мере, система, которая пользуется, позволяет индицировать, что у вас не открыто других окон поверх вебинара. То есть вы смотрите, у вас открыта презентация, вот камера моя, значит, это вот я все могу видеть, контролировать. Да, и, соответственно, если это у нас занятие со студентами, все, то я могу, значит, подергать, допустим, сказать, если кто-то там меня не слушает, отвлекся. То есть в какой-то степени это можно контролировать. Тесты и опросы. Собственно, вот с чего начал сегодня, когда провел опрос для того, чтобы составить какое-то предварительное впечатление о составе участников. Ну, тесты уж в рамках такого нашего короткого мероприятия проводить не буду, вот, но попрошу вас в конце тоже ответить на некий опрос еще один, да, поделиться ваше мнение. Вот, а в ходе занятий при обучении, естественно, тесты, быстрый контроль, файловые хранилища, безусловно. Кто у нас занимался, вы наверняка знаете, что у нас используется там и на сайте личный кабинет, и для больших файлов, какие-то внешние файловые хранилища. Ну, аудиосвязь даже говорит стыдно, чего мы сейчас с вами делаем-то, да. Вот, вы видите мой экран, вы можете видеть мои приложения, в частности, я вот сейчас чуть дальше буду показывать, допустим, работу с видео. Ну, вот, вы видите мое приложение, одно из открытых у меня приложений, которое я буду показывать. Веб-камеры. Ну, насчет веб-камеры вопрос на самом деле спорный в достаточной степени, спорный, потому что, ну, говорящая голова все-таки не очень хорошо. Опять-таки, сейчас у нас с вами чисто ознакомительное мероприятие, и поэтому режим говорящей головы, его можно, в принципе, убрать, но познакомились визуально и хорошо. Вообще, на вебинарах, которые идут в реальных группах, вот, многодневных, там идет общий обзор класса. Обязательно, чтобы люди действительно, которые находятся на вебинаре, видели не только вот говорящую голову, а вообще представляли, что происходит в классе. Потому что, ну, представьте, если сейчас у меня вот здесь еще бы сидели большая даже часть людей в группе, как это обычно бывает в классе, большая часть людей, ну, и несколько человек на вебинаре, чтобы видели, допустим, я там встал, подошел к кому-то, то есть в какой-то степени атмосфера передается, безусловно, да. Вот, это такой набор требований, такой набор требований к инструментам синхронного обучения. Ну, и, собственно, я вот по порядку как раз фактически рассказываю, как, допустим, те же вебинары в реальных группах проходят специалисты, кто-то, может, слышал, читал, вот, кто-то, может быть, уже и участвовал, что у нас на самом деле, да, действительно, значительная часть людей больше, как правило, все-таки находится в классе, да, а какая-то часть людей находится где-нибудь на пляже, например. Почему нет? Сейчас лето, кстати говоря, летом для целого ряда курсов довольно популярная. Человек, вот, как я уже говорил, поехал отдыхать, ну, заодно по нескольку там часов уделяет на повышение квалификации, замечательно. Вот, но при этом эти люди составляют единую учебную группу. Они занимаются в одном темпе, они выполняют одинаковые практические задания, причем на самых разных курсах. Это могут быть и курсы какие-то кадровые, это могут быть и курсы специализированные, айтишные, Microsoft, Cisco там и прочее, тогда вот этот вот товарищ, счет, который тут хорошо в шезлонге расположился. Он лабораторки делает удаленно на тех же стендах, которые используют и люди в классе, то есть режим удаленного подключения как раз. Он также может общаться вот с преподавателем, который где-то, где-то находится вот в этом классе. На самом деле в этом очень большое количество плюсов, как для учебного центра, так и для самих слушателей, которые занимаются, потому что, опять-таки, это удобно. Это можно совместить с отдыхом, это можно совместить с работой, это можно сэкономить на поездках. Причем, кстати говоря, по опыту, это не значит, что люди экономят только на поездках в дальний какой-то регион. У нас очень длительное время, 50% людей на вебинаре были из Москвы просто, экономили себе время на пробках. В то же время они работают как единая команда. На некоторых курсах, допустим, я, который веду моя специализация, там, IT-менеджмент, ну, так в IT-менеджменте как раз удаленные команды, обслуживание, виртуальные команды, вот как раз даже на практике реально можно обыграть совершенно замечательно. Это работает. Это вот режим онлайн. Вот, если есть какие-то сейчас по ходу вопросы, пожалуйста, вы можете задать. Я, давайте, всем сейчас включу микрофончики. Вот, еще раз, еще раз буду с Деремом говорить, что лучше. Так, у кого там клацает клавиатура? Так, кто что хочет сказать? Вы у себя можете вот этот ньют снять. Я вижу, у кого Клара, Жанетта у вас стоит, что микрофон выключен. Так, у кого там включен из участников? Давайте. Так, слушаем, 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 слушаем. Вот. Режимы телеконференции. Вот, сейчас у нас с вами режим, кстати говоря, близкий к режиму телеконференции. В принципе, чтобы нам сделать с вами полностью телеконференцию, я могу сейчас что сделать? Вот, я разрешаю сейчас всем включить веб-камеры. Вот, кстати говоря, если есть желание, если позволяет обстановка, включите вот сейчас веб-камеры, чтобы все могли друг друга увидеть. Не только меня, но и друг друга. Никто не хочет познакомиться, себя, показать, что-то все такие стеснительные? Нет? Нет таких желающих? На самом деле это тоже достаточно такой неплохой момент. Это все-таки личный контакт. Это возможность разбивать на группы, в частности, вот, то программное обеспечение, которое я сейчас использую, позволяет из вот нашей с вами виртуальной группы разбить на какие-то подгруппы для выполнения заданий. Ну, поскольку я смотрю, по-регии не очень активны, я разбивать сейчас на группы не буду, но, тем не менее, тем не менее, такая возможность присутствует, да, опять какие-то отдельные групповые задания. Вот. Марин, на самом деле, я-то даже эхо от вас сейчас слышу. Вот, поэтому попробуйте что-нибудь сказать. Вот. Веб-камера включена, она транслируется. Вот. Какие вот как раз системы-то могут использоваться, да, если говорить о системах? На самом деле, конечно, сейчас огромное количество. Но есть некоторые такие выделяющиеся лидеры. С точки зрения объема функционала, это, наверное, в первую очередь Cisco WebEx. Одна из наиболее продвинутых систем. Но, как говорится, очень много функционала. Это иногда хорошо, иногда это, наоборот, создает ограничения. Потому что, допустим, если курсы направлены на аудиторию, которая не очень хорошо знакома, не очень себя уверенно чувствует как раз с компьютерными всякими штучками, то Cisco WebEx им как раз предлагать, наверное, не очень стоит. Они в нем запутаются, и вместо обучения будет что-то не очень хорошее. Мы вот используем уже достаточно много лет платформу Citrix, в том числе, сейчас я использую одно из наиболее продвинутых их решений, GoToTraining. В линейке есть более простые, GoToWebinar, GoToMeeting. То есть, собственно, вот что они предоставляют. Вы большинство из возможностей сейчас видите. Это видео, это аудио. Видео и аудио, в общем-то, двусторонние. Еще раз говорю, ну вот, Марина, спасибо, что хотя бы пытается. В общем, остальные тоже можете попробовать подключиться. И видео, и аудио я все время пытаюсь дать вам слово. Это вот как раз, как я уже показывал, режим показа экрана, режим показа отдельных приложений. Это возможность как раз опросов, как мы вначале проводили, и в конце будем проводить тоже разного рода опросы, тесты. Это AppConnect, очень хорошая система. У нее, в частности, одно из больших достоинств, что там видео синхронизируется с чатом. То, что нет, например, у того же Citrix. Потому что потом посмотреть запись, чтобы синхронизировать, когда какие-то вопросы были, когда, соответственно, что там при этом показывалось. Microsoft, ну, назывался Link, сейчас они это назвали Skype for Business, тоже достаточно известное решение. ClickToMeeting менее известное, но он тоже достаточно неплохой. из российских решений, вот Webinar.ru, Mirapolis.ru, тоже решения достаточно такие уже распространенные, которые можно использовать. Система телеконференцсвязи тоже, вот WebEx решение, есть вот российские решения, тоже достаточно известные такие, и обязательно, конечно, видеохостники. Потому что если мы говорим о смешанных форматах обучения, о смешанных форматах обучения, то, конечно, где-то должны храниться записи, да, вот, в частности, вот мы как раз для смешанных форматов используем. хостинг, так, опс, что он мне хочет. Хочет он у меня пароль. Давайте мы ему пароль укажем. Вот, давайте мы ему укажем пароль. Ну, вот, собственно, запись практически любого устройства. Человек может осуществить доступ к этой, осуществить доступ к этой записи, соответственно, ознакомиться с материалом, вот, а потом уже задавать вопросы, задавать вопросы тренеру, ну, я уж не буду параллельно со своим изложением включать записи, просто так, в режиме промотки немножко покажу, да. Ну, вот как раз там курс по созданию веб-приложений, да. Вот, очень удобно. И вот, как раз, какой функционал нужен для асинхронных систем обучения, давайте теперь подговорим. Вот, как раз то, что я показал. Поддержка различного мультимедийного контента, записи, флэш, какие-то онлайн-игры, безусловно, эта вещь абсолютно, абсолютно обязательно. Ну, вот. Ну, опять-таки, тесты, опросы, естественно. Очень важная штука, особенно при массовом обучении, возможность давать оценки друг другу, то есть, чтобы не только преподаватель давал оценки тому, как слушатели, студенты изучают тот или иной материал, но чтобы слушатели могли оценивать друг друга, подсказывать, совместная работа, всякого рода форумы, блоги, вики-системы, опять-таки, для того, чтобы группа могла общаться, для платного обучения, естественно, системы контроля, оплаты и, естественно, системы обратной связи, чтобы контролировать качество учебных материалов, качество обучения и так далее, потому что, ну, что ни говори, конечно, при виртуальном обучении уровень контакта и взаимодействия все равно ниже, чем при очном, значит, нужны какие-то обязательно дополнительные инструменты для того, чтобы получать вот эту обратную связь. Вот, вообще, скажите, пожалуйста, давайте я еще раз предприму попытку, у всех микрофоны включены, чат включен, пожалуйста, с какими ЛМС-системами или системой дистанционного обучения, как их называют, приходилось работать в любом качестве, может быть, изучали, может быть, сами обучались, может быть, создавали, создавали курсы, как, у кого есть какой опыт, пожалуйста, тоже можете написать в чате, я озвучу, можете сказать голосом, я сейчас ни у кого микрофончик не выключаю, да, вот. Как одна из разновидностей таких систем, вы пока можете продолжать отвечать, это системы как раз массового обучения, ну, в чем их особенность, естественно, они могут быть ориентированы на самую разную аудиторию, это может быть и внутри страны, и внутри какого-то региона, могут быть и мультинациональные, чаще всего они мультикурсовые, то есть, это некая именно платформа, на которой размещаются разные курсы, но у них есть и целый ряд специальных свойств. Индивидуальный контроль, то, что называется peer-to-peer, то есть, каждый-каждого, то есть, когда, например, те же практические какие-то задания контролируются не преподавателем, а контролируются другими такими же слушателями. Это, естественно, максимально развитые системы асинхронных коммуникаций, потому что, если люди находятся в разных регионах, то, естественно, разные часовые пояса, значит, они не всегда имеют физические возможности коммуницировать онлайн, значит, они должны как-то общаться. И система обратной связи с преподавателем, исходя из тех же условий, то есть, это уже не видео, это, естественно, какие-то оффлайновые. Нургул, вижу, вот как раз написали, спасибо, система AVN, да, очень интересно, я думаю, коллеги в чате тоже видят, я, честно говоря, с такой системой не встречался, ну, спасибо, будем знать. Марина, да, Moodle, наиболее, конечно, сейчас распространенная, известная система, конструктор, сделай сам, ну, в общем, такой почти стандарт де-факто сейчас, да, и для создателей курсов, и для вузов, одна из наиболее распространенных систем, действительно, вот, хорошо, спасибо. Ну, вот, собственно, как раз давайте немножко расскажу, продолжу рассказ о смешанных теперь форматах. Если вебинар, это все-таки не смешанный формат, это именно онлайн формат, вот, как я говорил, специалисты, совмещенные с занятием в классе, то один из вот новых форматов, это очно-заочный, я думаю, что на сайте вы его видели, если не видели, давайте, кто, если не видел, давайте вот покажу, да, вот на сайте, вы как раз видите, разделы онлайн обучения, вот есть очно-заочное обучение, там можно все подробно посмотреть, почитать, а я сейчас расскажу так достаточно компактно, в чем его суть, в том, что очень многие люди заняты, выделить достаточно время на обучение, вот чтобы прийти в класс и вот так в онлайн режиме сесть перед монитором и заниматься, такой возможности нет, поэтому как мы сделали, есть сессии, они, как правило, проводятся раз в неделю, либо по субботам, либо по вечерам, то есть как раз с учетом, что человек работает, на работе занят, отрываться не может, но в течение вот этой недели между очными встречами с преподавателем, человек получает задание, это и просмотр видео, это и просмотр видео, записи, это, естественно, работа с материалами, это работа с лабораторными, лабораторными, практическими заданиями в зависимости от курса, соответственно, как правило, это уже экспериментальным путем мы пришли, тут сложно навязывать какое-то мнение, но мы пришли экспериментальным путем, что где-то в пределах 4 часов в неделю должно быть самостоятельных занятий, то есть задание, вот этот объем формируется, исходя примерно из 4 часов в неделю, а когда слушатель приходит на очное занятие, соответственно, он может задать вопросы, получить установку на следующее занятие, ну и на некоторых курсах практика также выполняется в классе, потому что требует, скажем, групповой какой-то работы. Естественно, сделан режим форума, причем форума группового, сейчас покажу, сейчас я быстренько залогинюсь и покажу, как вот выглядит личный кабинет, хорошо, у меня как раз автоподстановка работает, у меня, конечно, кабинет, как у тренера, несколько более, скажем так, обширный, вот, давайте сейчас покажу на примере, допустим, вот личный кабинет группы, соответственно, в этом личном кабинете есть необходимая информация, графики занятий, тесты, электронные различные, вот как раз там, файлы, материалы, вот, с которыми как раз самостоятельно работает человек между сессиями, и есть вот такой форум, именно данной конкретной группы, то есть не вообще все обо всем, а вот именно эти люди, которые занимаются вместе. в результате в течение недели человек выделяет то время и тогда, когда ему удобно, но в то же время такой общий ритм контролируется преподавателем, есть время, когда с преподавателем пообщаться, получить ответы на вопросы, чтобы были проверены, как раз, практика, домашние задания, вот, есть формат открытого обучения, тоже вот советую посмотреть на сайте, он немножко отличается, это как раз формат больше для людей, которые склонны заниматься в своем темпе, но при этом выделили время, выделили время для того, чтобы именно посвятить его обучению, очень подходит для редких курсов, как происходит обучение, все люди сидят в одном классе физически, но каждый человек занимается на своем курсе, занимается как, вот по таким же записям, как я сейчас показывал, по тем же материалам, но при этом в классе физически присутствует преподаватель, который эти все курсы ведет, то есть, естественно, это все курсы одной специализации, одного направления, при этом, если человек, например, стеснительный, он, допустим, где-то на обычной группе постеснялся бы задать вопрос, а так он лично подзывает преподавателей, они обсуждают вообще там в индивидуальном порядке, то есть, тут даже такой элемент индивидуального возникает обучение. Если какое-то вдруг срочное дело возникло, скажем, на работе или домашний, человек ушел, уехал, сделал свои дела и вернулся, то есть, он темп подбирает самостоятельно, потому что длительность вот такой открытой группы, она, как правило, больше, чем длительность отдельно взятого курса, и, соответственно, он как раз, каждый человек, каждый слушатель может подобрать свой вот этот темп, а занятие получается в таком почти индивидуальном режиме, то есть, теоретический материал прослушал, практику делаешь, как только возник вопрос, затруднение с практикой, преподаватель помогает. Более того, преподаватель не в пассивном режиме, что он просто только сидит и ждет, когда его позовут. Преподаватель, естественно, ходит, контролирует, смотрит, сам задает какие-то вопросы, то есть, комбинация своего рода индивидуального обучения с индивидуальным графиком, да, тоже вот такой вариант, это один из вариантов смешанного обучения, blended learning, как он еще называется. У меня вот тоже, коллеги, вопрос к вам, а какие вы форматы еще используете, вот из смешанных, из каких, с чем еще, может быть, приходилось сталкиваться, пожалуйста, опять-таки, голосом в чате. Вот, сами записи могут что? Могут обрабатываться, вот, допустим, мы сейчас начинаем использовать такой интересный ресурс, в чем здесь его фишка, что запись, которая сделана, она может быть интерактивной, то есть, в момент, когда, сейчас она прогрузится, я покажу, идет воспроизведение записи, в момент, когда идет воспроизведение записи, можно наложить какой-то вопрос, допустим. А вот сейчас я в самое-самое начало. Можно сделать, видите, у меня вот, на запись я навожу, это становится ссылкой. Оп, он меня перебросил на какой-то сайт, то есть, дал отсылку сразу к учебным материалам, какой-то вопрос задать, вот, допустим, сейчас, сделать интерактивную какую-то определенную область. Видите, тоже я вот навожу на определенную область, она становится ссылкой. Значит, соответственно, тоже я, вот, видите, эту конкретную область, вы можете изучить где? На вот этом курсе. То есть, возникает такой элемент интерактива, тоже вещь очень полезная, которую мы сейчас начинаем использовать. Марин, да, вы знаете, действительно очень прикольно, мы сами это откопали сравнительно недавно, они в процессе развития, вот сейчас начинаем, начинаем использовать. Соответственно, какой вариант обучения выбрать? На самом деле, это нужно анализировать своих слушателей, своих обучающих, свою клиенту. Это могут быть действительно по психотипам, это может быть по состоянию здоровья, это может быть по компьютерным навыкам. Понятно, что если люди не очень хорошо работают с компьютером, это не значит, что им вообще недоступно виртуальное обучение, это значит, что инструменты нужно максимально упрощать. Вот почему, я еще раз говорю, мы, допустим, для проведения вебинара выбрали не максимально функциональную платформу, а платформу с хорошим функционалом, но меньшим, но зато и более простую. Да, это потому, что есть у нас достаточно большое количество курсов, которые как раз для людей совершенно не относящихся к категории IT-профессионалов. Это сама специфика курсов, безусловно. То есть понятно, что, скажем, курсы дизайнерские, где большой элемент творчества, и курсы чисто технические, где выполнять практически лабораторные работы, компьютерные, это немножко разные вещи, да, тоже. Соответственно, это влияет, ну, естественно, в местонахождение, какие-то внешние ограничения. Поэтому здесь простор, на самом деле, для творчества большой. Вот, собственно, я надеюсь, что я как раз сегодня за время этого вебинара и, собственно, постарался показать такой весь спектр достаточно большой. Да, вот, например, для кого очно-заочный формат. В первую очередь для тех, кому комфортно заниматься неспешно, но при этом нужен контроль, чтобы, да, раз в неделю, знать, да, мне нужно сделать задания, как в школе домашние, но я потом смогу с преподавателем поговорить, а открытый формат, свой темп, но в то же время такое живое обучение, живое общение с преподавателем. Как подходить к внедрению? Тоже очень немаловажный вопрос. Не хвататься, конечно, за все сразу, но это общий принцип, я здесь, наверное, ничего, так сказать, не открыл сверхъестественного. Вот выбрать какую-то точку, где, может быть, люди-энтузиасты, где какие-то наиболее подходящие курсы. Мы вот, например, те же вебинары начинали с курсов веб-направления и с курсов IT-менеджмента. Почему? Потому что веб-разработка и как раз понятно, что это родное, так сказать, для людей, и IT-менеджмент тоже, ну, с одной стороны, нет особо технических требований, с другой стороны, люди как бы лучше знакомы с этой всей средой. Но постепенно-постепенно все это дело распространяли. А вот, допустим, мощно-заочное обучение у нас лучше пошло наоборот с бухгалтерией, с кадровых курсов, потому что там люди более организованные, они как бы вот в промежутках там могут сами поработать, а потом уже прийти с выполненными заданиями. То есть это аудитория очень сильно зависит. Естественно, готовить тренерский состав. Понимаете, тут достаточно много специфики. На самом деле, регулярно приходится, поскольку мы во многом, так сказать, идем первыми по вот этим форматам, и обновлять всякого рода методические базы, просто из опыта. В частности, вот у нас, например, ни один тренер не будет просто допущен к проведению занятий, если он не проведет инструктаж и аттестацию как раз по ведению вебинаров. Перед тем, как вести очно-заочное обучение, там вообще роль тренера другая, чем в обычном обучении. Там тренер не должен весь материал излагать, наоборот, нужно сжатые давать установки, проверять, то есть там, это не просто сократить материал, это вообще другой принцип подачи. То есть условия, человек может на одной, в один период времени, там, в прошлом месяце прочитать курс, как обычно в классе, и это совершенно одна подача материала, а в следующем месяце у него там формат точно заочный, и это не значит, что он просто там часть материала сказал, это вы читаете, это я вам рассказываю, нет, так не получится, там методика другая, поэтому надо тоже тренеров обучать. Да, Марина, вот вы спрашиваете, на каждый вид обучения свой стандарт, да? На каждый вид обучения свой стандарт, свой регламент, свои рекомендации, внутренний сбор лучших практик обязательно, потому что, само собой, из головы это не придумывается. Кстати, то же самое касается и персонала административного, технического, это на них достаточно серьезная тоже нагрузка, с одной стороны, объяснять людям, что они получат, с другой стороны, готовить класс, готовить те же самые записи, мы не используем записи, какие студийные, по целому ряду соображений, это и дорого, и потом, ну, честно говоря, если просто, вот сколько раз проверяли, в колбасе тренер сидит, просто начитывает материал перед камерой, это вот прямой путь к тому, чтобы потом при прослушивании заснуть. А когда запись идет вот такая живая, и самого преподавателя все время дергают вопросами, все тут, и преподаватель живой, что называется, и вопросы те, которые реально людей интересуют, то есть человек, который слушает записи, он еще и понимает, что его коллег интересует, с которыми он не занимается вместе, но которые вот в тот момент присутствовали, поэтому, да, это тоже вещь очень важная. Вот, ну, и давайте в резюме, скажем так, в завершение нашего сегодняшнего вот такого семинара. Основные преимущества, ну, с точки зрения обучаемых слушателей, студентов, собственно, да, учиться можно везде, то есть нет ограничений, и это плюс со всех точек зрения, и с точки зрения подбора наиболее подходящего учебного заведения, и с точки зрения экономии средств, и с точки зрения, опять-таки, возможности быть задействованным на работе, не отрываться. Ну, сколько раз бывало у меня, допустим, что человек там посидит два дня в классе, он говорит, о, мне неожиданно в командировку отправляют, что мне делать? Да, ну, пожалуйста. Главное, чтобы у тебя время там было в командировке, подключайся, будешь по вебинару заниматься. И человек занимается, не теряет время. Для смешанных форматов это всякого рода индивиод, как я уже говорил, индивидуальный темп, режим, учет каких-то личных особенностей, может быть, характера, может быть, физических особенностей. Да просто даже банально заниматься в комфортной среде. Опять-таки, кому-то удобнее вот в классе, что да, что все психологически чувствуешь, что я в классе, я занимаюсь. А другому, наоборот, удобно, когда дома привычно, спокойно, можно немножко расслабленно, то есть, так сказать, без окружающих посторонних людей, и именно сосредоточиться на обучении. Обучение. А для образовательной организации здесь тоже многократное использование учебных материалов. Естественно, потому что вот мы между как раз, что к чему пришли, что все практически материалы стали в электронном виде. Все это дешевле, это массовое распространение. Те же видеозаписи. Вот почему, допустим, начали с вебинаров? Потому что вебинар дает записи, записи потом могут там проверяться, минимально обрабатываться, но это совсем небольшие затраты, и идут потом вот смешанные форматы. Это заодно одновременно как бы и контроль, потому что так человек, ну я имею в виду преподаватель, что-то там провел, ну да, есть фидбэки, вещь полезная, да, когда-то там может быть проверяющий, а так есть запись, которая всегда и сам преподаватель может вернуться посмотреть, что он там сделал так, не так, и кто-то из коллег может подсказать, если вдруг, ну есть какая-то там необходимость, что-то замечено. Поэтому это общее снижение затрат. Ну и еще, кстати, один очень интересный момент, как правило, на таких инновационных форматах слушатели довольно мотивированы. То есть на таких форматах, не знаю почему, не возьмусь судить, но это гораздо реже люди, которые, что называется, отбывают, может действительно интересно, может действительно пока что-то новое, то и люди, те, которые хотят развиваться, они в такие форматы идут в большей степени. И для преподавателя тоже есть свои плюсы. Опять-таки в первую очередь, я думаю, все, кто работает в преподавании, вы знаете, что самый ужас, это когда аудитории все равно, когда вот, не знаю, сидят с видом, что я тут делаю, зачем я тут нужен, это вот, к сожалению, иногда на корпоративных тренингах, которые в режиме обязаловки бывают, я думаю, сталкивались, это кошмар. А тут как раз, да, люди высокомотивированные. Режим работы более удобный, потому что, например, в том же очно-зочном, между сессиями, тоже можно подготовиться. На тех же форумах слушатели оставляют вопросы, ты когда идешь на занятия уже, понимаешь, о чем говорить, уже как-то подготовился, и слушателям полезнее, и сам более готов. Вот сама контроль, о чем я говорил, да, уже не буду повторяться, безусловно. Вот, ну вот, собственно, на этом, наверное, будем закругляться с нашей основной частью, еще раз говорю, я с удовольствием готов ответить на ваши вопросы. Понятно, что тематика, она очень большая, очень благодарная, собственно, почему мы выпустили новый курс, я как раз вот в сентябре буду его проводить, двухдневный сделали, раньше у нас был однодневный, сейчас сделали двухдневный курс. Как раз по форматам, там по всем форматам пройдемся подробно, обязательно попробуйте инструменты разные, хотя бы какие-то свои лабораторки сделать, если у меня память не изменяет, 17 сентября, да, 17-18 сентября ближайшая группа. Вот, поэтому для кого интересно, подходите, уже не в таком кратком ознакомительном режиме, а обстоятельно, что называется, два дня с утра до вечера будем обсуждать, будем знакомиться с инструментарием, пробовать уже на кончиках пальцев, что называется. Вот, так что подходите, вот, ну и, собственно, еще раз, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, Марина, да, вижу, ну, спасибо, вот вы у нас сегодня больше всех проявляли активность, это, кстати, тоже один из вопросов виртуального обучения, выстроить диалог, в данном случае, мы еще раз спасибо коллегам, кто участвовали, вот, надеюсь, что в дальнейшем еще будет более активно, пожалуйста, если какие-то еще есть вопросы, то с удовольствием отвечу, плюс контакты в презентации, которые указаны, презентация будет на сайте, презентация будет у меня на ресурсе, видеозапись на сайте специалиста обязательно появится, давайте вот сразу покажу, вот здесь в разделе вебинары есть видеозаписи прошедших, вот в этом разделе, где-то примерно через неделю она появится, запись можно будет посмотреть, вот, ну и по завершении, как я и обещал, когда мы закончим вебинар, вам будет предложен опрос, просьба ответить, потому что действительно, фидбэк важен, я это не просто так говорил, как раз, чтобы понять, что как для вас было полезно, даже за этот короткий промежуток, за этот час, вот, спасибо, да, спасибо, к сожалению, кто-то вот имя не набрал, waiting 2002, Nourbul, да, спасибо, спасибо, хорошо, всего доброго, ждем и очно, и...